Тем временем одесситов просят не приходить в храмы в грядущее воскресенье. Освящение пасхальных корзин при церквях будет начато заранее, о чем каждый приход сообщит своим прихожанам дополнительно и будет длиться всю ночь, а также все воскресенье. Для тех, кто все же решит сделать это в день праздника, в каждом районе города с 6 утра до полудня будут дежурить священники. На один великий квартал будет находиться священнослужитель с святой водой, свечками, с дзвонами, записом церковных дзвонов, церковных песни-спеев. Епископ Всеукраинский греко-католической церкви также призвал одесситов оставаться дома. Дух святый, нет меж. Господь нет. В этом году вокруг храмов крестного хода не будет. Сама же служба начнется в полночь и завершится не позднее трех часов ночи. Видео богослужения можно будет посмотреть в режиме реального времени с помощью онлайн-трансляции. Также в мэрии хотят оборудовать экраны возле больших церквей. Для жителей сельской местности предлагается несколько вариантов для освящения пасхальной корзины. Либо священник будет подходить к каждому дому, либо прихожанам раздадут святую воду, чтобы они после службы сами смогли окропить продукты. Также священнослужители практикуют освящение корзин заранее, например, в пекарнях или магазинах. Субтитры создавал DimaTorzok